Моё почтение, друзья! Меня зовут Константин и вы находитесь на канале KM Review. Кстати, насколько сложно звучит название канала? Меня в последнее время начали посещать снова мысли о смене названия. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по этому поводу. В своих последних видео я очень много рассказал об iPhone X и даже сейчас я считаю, что это самый лучший iPhone за всю историю компании. Но есть определенные причины, по которым я не стану покупать этот девайс и не рекомендую покупать его вам. Заинтриговал? Ну тогда наливайте кофейку и смотрите это видео до конца. Сразу скажу, это всего лишь моё мнение и прислушиваться к нему или нет, это решать вам. Но поверьте, друзья, плохого я не посоветую. Первой причиной отказаться от покупки iPhone X является, конечно же, цена. Это не только самый дорогой смартфон от Apple, но и самый дорогой смартфон на рынке вообще. Многие пользователи только смирились с тем, что цена на флагман составляет порядка 1000 долларов, как Apple нам представляет продукт стоимостью 1500 долларов. У нас настолько низкие цены, что я их видеть не хочу, я их слышать не хочу, я их нюхать не хочу, я про них никому ничего не скажу. И всё это как будто в порядке вещей. iPhone становится не просто дорогим смартфоном, он становится какой-то люксовой вещью, а-ля Motorola Aura. Но до Aura iPhone, как до Китая. Версия iPhone X на 256 гигабайт стоит 91 990 рублей. И я не открою тайну, если скажу, что это годовая зарплата большинства россиян, которые потратят эти деньги на продукты первой необходимости, но никак не на новый iPhone. И конечно же поклонники Apple более преданные, чем фанаты других производителей. Как только появляется новинка, они во что бы то ни стало, сразу бросаются её покупать. У меня был один такой товарищ, он ходил в 30 градусный мороз в летних туфлях, ел всю зиму доширак, какую-то быструю лапшу, но у него был новый iPhone. И я думаю, что ни для кого не секрет, что бывали случаи, когда люди просто продавали свою почку, чтобы купить новый iPhone. А это очередь за новыми iPhone? Думаю, отсутствие моей почки ответило на твой вопрос. Я считаю, что покупатель не должен платить за новый iPhone больше, чем он платит за это обычно. К тому же сейчас есть очень много интересных моделей на Android, которые предлагают не меньше того, что нам предлагает новый iPhone. И стоят при этом значительно дешевле. Например, тот же Samsung Galaxy S8 по функционалу абсолютно не хуже, чем iPhone X. А стоит почти в два раза дешевле. Многие производители уже давно предлагают удобный функционал в виде быстрой зарядки и беспроводной зарядки. И меня всегда удивляло, почему Apple тормозит и не предлагает это своим потребителям. И конечно же я с облегчением вздохнул, когда узнал, что в новинке будет быстрая зарядка и беспроводная зарядка. Но я был в шоке от того, что необходимо покупать специальные аксессуары. В том числе адаптер питания USB со стандартом Power Delivery и кабель питания Apple C2 Lighting от Apple. Без этих аксессуаров о быстрой зарядке можете забыть. Ни один другой производитель не предлагает купить дополнительные аксессуары для того, чтобы пользоваться быстрой зарядкой, которая уже давно стала обычной опцией и не представляет из себя ничего особенного. И такая жадность купертиновцев полностью отбивает все желание покупать их новинку. И конечно же настораживает их новая фишка по разблокировке Face ID. Да, это инновационная технология, на нее потрачено много денег, средств и времени. Но насколько она удобна и надежна. Например, беру я старый iPhone, большой палец автоматически ложится на сканер отпечатка пальцев и он мгновенно разблокируется. А что теперь? То есть я достаю из кармана iPhone, подношу, наклоняю голову. Не кажется ли, что слишком много движений? Возможно это удобно в какой-то спокойной обстановке. Например, в автомобиле или общественном транспорте. Такое решение, на мой взгляд, это очень спорный момент. На мой взгляд, идеальным решением было бы наличие обеих способов разблокировки экрана. То есть по старинке Touch ID и Face ID. То есть, ну примерно так же, как реализовано в Samsung Galaxy S8, где в зависимости от ситуации можно применять тот или иной способ. Что касается дизайна, в iPhone X меня удивляют две вещи. Первая, это выпирающая камера. По-моему, ни у одного производителя уже не осталась выпирающая камера и у всех она идет вровень с корпусом. Что мешало, уделить внимание этому в iPhone X понятия не имею. Если бы они сделали корпус чуть потолще, то убили бы двух зайцев. Во-первых, могли бы поставить более емкий аккумулятор. Во-вторых, камера бы у них не выпирала и была бы на уровне корпуса. Ну и потребитель, конечно же, только спасибо сказал. Никак иначе. И, конечно же, меня, как и многих других, очень напрягает эта выемка под сенсоры и камеру верхней части экрана. Это седает значительную область дисплея. И такое дизайнерское решение, ну как минимум, спорно. Так что я продолжу пока пользоваться iPhone SE, который меня устраивает на 100%. А что касается десятки, время покажет. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, каким смартфоном сейчас пользуетесь и что думаете об iPhone X. Мне очень интересны ваши комментарии. Я их все полностью прочитываю. И поверьте, ни один из них не остается без внимания. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, все самое интересное еще и впереди. Всего доброго, друзья. До новых встреч.